Да? Я уверен в этом? Добрый вечер дорогие друзья! Кламяги Спорт и это Кубок! Антарес принимает СКБ КЛС СКБ КЛС приехал из КФК Антарес на минорной ноте закончил чемпионат PIF Он на четвертом месте И вот СКБ КЛС уже завладел мячом И начинает атаку через центр поля Смещает здесь на фланг защитники Антареса И быстро сейчас ходит у мяча КЛС И воротарь сейчас завладел мячом Давайте я вам сейчас скажу состав Антареса Воротарь по сравнению с другой игрой Это Сорокин номер 16 Защитная линия Гронский 96 Подвезов номер 12 Долоков номер 18 Кульбек номер 15 Петров номер 14 Дасти номер 6 Подвезов номер 14 Золозащитники Меденцы номер 18 Упром 22 Смирнов номер 61 Значерка номер 9 И нападающий Литовским на тренинг Геринов 27 Кашинцев номер 10 Сорокинов номер 29 И стрелки номер 11 Возвращаемся На поля Соломяги И очень уверенно сейчас Супер Холлэнс Завладел мячом 12 Он здесь играет через центр Пытается очень быстро играть Ребята из КЛС И снова гач владел И здесь хорошая длинная передача по Прямому флангу Достает он мяч Да очень скользко И пробивается Снова борется Но здесь 29 Самсонов здорово сыграл И аут У СПБ КЛС Черно-белые Они в форме сегодня находятся Антарес в бордовой форме Продолжается у нас игра Сусланцы здорово Разыгрывают Ауты очень сильно И Пришел за пределы поля Мяч И Антарес будет разыгрывать Отворот Сорокин сейчас Мяч ведет в игру Здорово сейчас Вот медь Открылся в центре Штрафтой И на фланг Здесь переводят мяч И здесь Купрум сейчас боролся И выбивают Вау С ПЛС Являются они небольшими Фаворитами в этом матче Но Антарес никогда не сдается И вот Железниченко Здесь играет С Купрум с мячом Играют через защитную линию Здесь защитники Даши Погадают себя слева Но нет открывается Сансонов здесь Сансонов Дастин Дастин здесь напрягают Дастин здесь Прессингуют Сейчас из Купб КЛС И Еринов Николай здесь Сделают отличную передачу По правому флангу И здесь Сансонов врывался Внимательно защитники Сыграли У СПБ КЛС Вратарь Здорово Начинает атаку И играет На левый фланг Класс его номеру Через центр Здесь они играют И вот ошибаются Здесь Железниченко Делают Еринов Николай Удар хороший Здесь блокируют защитников Хороший момент Сейчас Антарес задает И через контроль Сейчас играет Уже Антарес Гронский Гронский Здесь врывался Вперед И снова аут Ну аут уже У СПБ КЛС Делают он длинную передачу И здесь внимательно правый Фланговый нападающий Врывается К углу штрафной Пытается он здесь обвести Делает пасы Супрун Здесь постраховывает Своих партнеров И играет на фланг И здесь ошибается Сейчас фланговый игрок И здесь врывается И удар хороший Но Сорокин парирует этот мяч Здорово он сыграл Хороший сейф По моменту СПБ КЛС По моменту уже команды создали Только матч начался Четвертая минута И очень остро играет Вот в центре Сейчас никто не открылся И перехватывает мяч И спокойно мяч уходит За пределы поля Здорово сейчас Сорокин Продемонстрировал сейф Сложился он в струнку Вытащил этот мяч И Немножко он отошел от него Но все таки как рысь Он бросился на него Вратарь успокаивает своих ребят Вот да Какие то варианты Но мяч походу будет выбить Вперед Нужно будет побороться В центре поля Хорошо Выбивает мяч вперед Здесь борется Здесь Еринов Николай Здорово головой играет Но внимательно Сыграли защитники Здесь снова быстро играют Здесь очень крупный парень Набирает скорость по 13 номерам Уходит он в штрафную Но не получилось Здесь защитники И вот Медник с мячом Медник, Медник Делает на Еринова Николая Передачу И 12 номер Здесь здорово играет Продолжается игра Играют они от ворот до ворот И те и другие Пытаются произвести свои атаки Но Здесь ошибаются они И Мяч уходит в аут Долу Сейчас будет выбрасывать мяч Здорово Вот здесь Еринов Николай Откликнулся на передачу И здесь можно передачу сделать Да, но здесь вратарь Хорошо Он бегал в штрафную Здорово Набирал скорость Но вратарь здесь КЛС Завладел мяч И уже Они сейчас будут атаковать Прохладный денек И командам нужно согреться Нужно выложиться сегодня Сегодня это Кубок И Команда Которая сегодня проиграет Она вылетает с турнира А никто вылетать не хочет Поэтому если не ожидает У нас Жаркий матч Здесь снова Медник Себя предложил В центре Но здесь перехватили Мяч БКЛС Но снова Антаров завладел мячом И дастер сделал не точную передачу Вообще Антаров очень здорово В последнее время играет Поддержали они В последнем матче победу Со счетом 3-1 Это команда Кальзасов И Снова Здесь Ребята в белом Такие же соперники Но Ребята совсем другие И вот хорошая передача Еринов Николай врывается По флангу Что будет делать Можно ударить Поворотом Удар Это гол Еринов Николай забивает Здорово он оторвался От своего оппонента И вышел Один на один Закратил угол И пробил в дальний угол Ошарашили футболисты КВСа немного Седьмая минута оказалась счастливой Для футболистов Антареса Здорово они продемонстрировали Здесь свое мастерство И 1-0 Очень шикарный Счастливый момент для Антареса Теперь можно что-то придумать И Может быть что-то перестроить Что будет дальше Мы сейчас увидим Еринов Николай был лучшим игроком Месяца в команде Антарес И сейчас он забивает гол Продемонстрировал свою технику Вырвался вперед И забил Крутой гол от Николая Поздравляем его И вот здесь снова Медник Здорово играет Через Еринов 5 Еринов Николай здесь с мячом Сыграет он с Медником Предлагает его Здесь 98 номер И Медник хорошо играет На другой фланг Здесь Гронский Здесь на Подрезова играет Подрезов пытался врываться Но мяч ушел в аут В течение очень в центре поля Здорово играет Медник Вместе с Упрун Вместе они Зацементировали Своё центр поля И здорово взаимодействуют Здесь тоже можно Медника предложить Да, Медник здорово играет В одно касание Здесь на Гронского Такая же пара Центральных защитников Что и в прошлом матче Было Гронский И здорово Здесь, кстати, опять Врывал Сейнов Николай Хотел сказать, что Гронский и Попов Центральные защитники У Антареса В прошлом матче Они тоже здорово играли Но в прошлом матче Соперники из Канзаса Создали очень много моментов Но это не устрашило Команду Антареса И они выиграли 3-1 Но матч продолжается И уже с мячом Работают Болисты В бордовой форме Подрезов делает Отличную передачу На Долотова Но здесь Защитник фланговый УПЛСов Выбивает мяч Вау И Сергей Николаев Пытался откликнуться И что здесь? Здесь угловой удар И стандарт И со стандартов Антарес уже забивал У них были моменты И они забивали голы И сейчас Это хорошая возможность Антарес уже впереди 1-0 Здорово Они Резовали свой момент И куда-то в кусты Ушел мяч Полбоев у нас здесь нету Приходит со футболистом Самим идти за мячом И достает этот мяч Где-то в этих листьях золотых И пробирается сквозь эти листья На поле Сейчас Железниченко будет устанавливать мяч в поле И будет его подавать штрафную Наверняка здесь есть кому забить этот гол Вон Цукрун Он бегал Пытался На эту передачу И делает хорошую передачу Штрафную Здесь защитники Здесь внимательные Играют У КЛС Это Фолт Сейчас совершает футболисты КЛС И очень Огной Судью не обманешь Судья, наверное, может им умеет играть на деньги Может быть и не умеет Но он умеет судить матчи Поэтому он здесь Метник походу устанавливает мяч Да Здесь очень отличная и убойная дистанция для удара И отличная возможность удвоить счет Сделать его 2-0 Пока 1-0 Здесь и Долуков у мяча И Железниченко втроем они что-то придумали Триугольник у нас наблюдается Посмотрим, как реализует момент Антарас Метник пробивал И очень сильный удар, но мяч пошел выше Можно было точнее пробить, но мяч ушел вверх Прибил он на какого-то голубя Может быть Воробья Но Воробьи, может быть, улетели Но не улетели атаки Судья КЛС Но передача была и точной И мяч ушел вау Антарас немножко перехватил инициативу сейчас КЛС очень здоровый начал Тасовали они между друг другом Но инициатива пришла на Бордово И поджимает КЛС здесь соперника На чужой плане поля И здесь Дастик Здорово играет через Санцова Санцова Вперед здесь Ейдет Мороз Ей защитники У КЛС играет Ошибается Супрон врывается ближе к штрафной Ну что он делает И получилась передача налево Можно было здесь врываться в штрафной Здесь опять один угловой И еще один угловой Был хороший момент сейчас у Антараса Не разобрался Супрон здесь чуть с мячом Может быть нервежки зашалили Но хороший был момент создан И еще один угловой Идет подача углового Здесь защитники здорово играют И продолжается игра И еще один пас Ближко к штрафной Но защитники играют здесь у КЛС Поджимает их Антарас И снова аут Ошарашены немножко Футболисты КЛС Черно-белой формы Ожидали они другого начала матча Но пока все не очень удачно Тринадцатая минута у нас уже идет Команды разогрелись И вратарь выбивает мяч вперед И хорошо он начинает атаку через право фланг И еще одна передача вперед идет Здесь парень черной шапки Хорошая передача здесь идет Но Сорокин хорошо играет Мяч как словно клеим моментом прилип по рукам Никому он его не отдает И здесь снова Сейчас ошибку уже Нельзя ошибаться в центре поля Потому что можно начать атаку И здесь что? Да, здесь Реп фиксирует фол И уже будет штрафной удар у КЛС Посмотрим, как они его реализуют Напомним, что Антарас тоже пригласил недавно штрафной Получилось не очень удачно Посмотрим, кто будет пробивать у КЛС Сорокин уже себя здорово проявил Сорокин уже себя здорово проявил Вытащил он один мяч Сложился в струнку И сейчас посмотрим, что будет Десятый номер у мяча И правее еще один находится Делает, откатывает, хороший удар Здесь и здорово он пробивал Отличный момент был Мяч и сел в девятку Хороший удар, здорово они здесь разыграли Скатил он мяч и десятка пробила Очень здорово Вратарь бы ничего не смог поделать с этим мячом И вот, снова все Пробировались в центре поля Образовали такой тортик слегка И хорошая длинная передача, где Железниченко поборолся И фол Фол фиксирует, недавно Десятый номер уже пробивал Штраф мой, но он уже лежит на поле Вот как перерывается ситуация Мог сейчас забить гол, но Можно получить травму И сразу он не встает, видимо, очень больно Но он встает, настоящий герой И вратарь делает длинную передачу Вперед Здесь защитники играют И здесь чего? Здесь здорово играется И мне кажется, здесь был фол, но Продолжается игра И Сорокин снова здесь спас свою команду Здорово на подачу КЛСов Уходил в штрафную Уходил один на один и пробивал Но здесь Сорокин зафиксировал мяч И атака продолжается аутом у КЛС Главное не упустить контроль игры Судье, потому что в трассе можно коляться И аут Отлично, он выбрасывает вперед Но здесь Дастин Бойцовскими качествами отмечается И выбивает мяч вперед И снова он опять выбивает его мяч Это его мяч был Поджали, здесь КЛС Валит Фантарес и еще один удар хороший Но снова здесь Сорокин Ненормально, мы ему клеим своим перчатом Сейчас уже 6 Мамилия Антоновича очень эффективная сориа Да? Да? Можно и наломаться на свою опцию Чтобы он приклеит нога И играют здесь вверхтаря Черно-белые Хорошо, здесь третий номер-то боролся Супром тоже вступил в игру И в центре поля придержал здесь Железниченко и продолжается игра Десятый номер разгоняет атаку через правый план Здесь перебинтовый на человек Подает он штрафную Но здесь Гронский здорово сыграл И еще раз Гронский с мячом Здорово он здесь разобрался с двумя и подрезал Здорово убрал под себя и набирает атаку вперед Вот здесь на Еринова Николая Здесь вратарь выбегает Как Нойер, он играет Но здесь еще один момент Железниченко пытался здесь головой проборить на ход Нет, это был не Железниченко, это был Долотов И снова здесь перебинтованный человек Играет он сегодня на правом фланге в ПЛС И уже играет на левый фланг Быстро они пытаются Передвигать мячом по полю Чем быстрее двигается мяч, тем быстрее голевая атака И делал передачу и спокойно здесь Играют футболисты Антареса Мяч уходит Практически половина первого тайма у нас прошла И счет 1-0 Антарес вперед Сорокин сейчас будет выносить мяч вперед Опять игроки все скопили в центре И хороший вынос вперед, где играют футболисты ПЛС Снова они пытаются владеть мячом Но здесь Дастин Дастин сейчас напрягает Черно-белые выносят сорокин мяч вперед Здорово, Медник, Медник, Медник делает длинную передачу на Ерин Но Ерин движет бороться, но мяч уходит Черно-белые сейчас будут разыгрывать И подходит поближе чуть-чуть к валифу Антареса Дабы не начать быстро атаку И вратарю приходится играть налево И в центре Центральный защитник у ПЛС владеет мячом Серые шапки он тоже Хорошо, что не в красной Может быть это его счастливая шапка, которая приносит ему удачу И КЛС здорово играет в центре поля Конечно, только на флаге капитан команды с мячом И играет очень легко Есть некоторое напряжение в нашем матче Дастин здесь пытался играть Попов здорово уходит на фланги И делает длинную передачу на Самсонова Но Самсонов не попадает по мячу И атака сейчас у СПБ КЛС Дастин здорово тоже сегодня себя показывает Хорошо он играет Не дает пробраться Сквозь свои ноги Закрывает мяч чем угодно И телом, и всеми законными средствами Должается игра 10 номер Очень техничный парень Капитан команды 8 номер с мячом И здесь медник его прессует, прессует Но разворачивается он здесь Супрон, супрон с мячом И хорошо он передачу делает Чуть сильнее, но догоняет Долотов Очень шустрый фланговый защитник Вот здесь парень серой шапки Здесь супрон, супрон в одно касание играет Делает передачу на еще Снова супрон, супрон врывается в штрафную И что здесь? Здесь угловой, еще один угловой Угловой Антареса Угловым ударом Антарес впереди И по счету впереди Но игра пока равная Посмотрим сейчас, как будет разыгран угловой Напоминаю, что стандарты Это очень опасный момент, где можно забить очень много голов И вот, подача у нас делается в штрафную И здесь защитник У КЛС играет его, там перегиброванный человек Делает отличную передачу на отраво Набирает скорость футболист в КЛС И здесь Попов здорово перехватывает мяч И Медник технично очень сыграл, убрав своего оппонента И офсайд, офсайд фиксирует Буковой лайнсмен Сейчас будет разыгрывать свободный удар Нужно что-то придумывать футболистам в КЛС Потому что нужно отыгрываться Кубок всего лишь один, команды две А стадия это только первая Все хотят выиграть Кубок Пока Антарес больше хочет выиграть Кубок Но 17 номер здесь Есть у него какое-то определенное пространство Но делает он передачу на перементованного человека Что он будет делать? Делает хорошую передачу штрафную Отличный удар и Сорокин снова сейв делает Ну БКЛС Хорошо, сейчас они разыграли здесь момент на правом фланге Сделали передачу штрафную И одним касанием он пробивал по воротам Но Сорокин внимательно сыграл Еще один сейв его в копилку У него типа шапочка У него типа шапочка Я уже ждать плохо Напомню, что Ерин Николай забил свой гол на шестой минуте Вывел он свою команду вперед Нужно продолжать в том же духе А сопернику нужно что-то делать, чтобы наладить свою игру и забить свой гол Все-таки осторожно пытается Монтана сейчас играть Еще так пользу И Сорокин сейчас у мяча нашел где-то на Дебрев там Уверенности конечно придают отбитые удары Попов пытался открыться, но здесь Попова прессинговали и снова спинтованный человек играет Тоже здорово себя проявляет, очень активно на правом фланге И Ау сейчас будет Антарес подрезок его будет выбрасывать Будет играть по дальнему флангу Да, делает он передачу на Еринов Еринов здесь боролся И здесь Самсонов Самсон заходил вперед И здесь здорово играет Попов Получает он по ногам Судья пока спокойно делает предупреждение устное И момент сейчас будет у Антареса в центре поля Можно сыграть с ближним или делать подачу в штрафную Может быть делать и на левый фланг или на правой передачу Медник показывает что-то рукой вперед и делает передачу на левый фланг Но внимательно защитники сыграли О, СББ КЛС И здесь Медник бежит к мячу И здорово выбрасывает его вперед и делает передачу Здесь внимательно уже играет футболист КЛС Правой фланг делает хорошую передачу штрафную, но здесь король ворот Это он, это Сорокин Здорово, нравится как он все не играет Уверенно, момент за моментом приходит уверенность В прошлый матч, а Ой, здорово как хорошо получилось Самсонов, Самсонов здорово рывается вперед И хорошая передача на Медника делает по защите КЛС нормально играет И Дотов чуть-чуть не подборю, не хватило ему Мяч проскочил под ногой И еще хороший опасный момент, острая была Атака Как кетчуп чили Игра радная, но все-таки и моментов больше Футболистов Антараса Острые выпады, они могли еще забить свой пол Ну и у КЛС был отличный момент Команда выступает на Хошука Набрали там 4 очка И здесь здорово, опять Сорокин выходит в ворот И мяч в его руках Наверное, у Сорокин есть какой-то особенный секрет Что мало есть мячи И делает передачу по адресу длинную На Долотова, Долотов Пытается обыграть Супрон здесь попадает в мячу И делает длинную передачу на нападающего Габаритный очень нападающий Толкается он руками и фол, да, фиксирует рэф И Дастин здорово тоже здесь играет Вообще Антарас очень хорошо в последнее время играет Сыграли они 3 последних матча Заработали 6 очков, в одном проиграли Но проиграли они его в конце Героически отыгравши со счета 2-0 Сравняли 2-2 В конце сразу же получили пенальти И проиграли тогда 3-2 в гору 812 Состоялся сегодня еще один матч Кубка Вращался в Бор 812 и Джунто В Бор выдал 3-0 И продолжает свой путь В Кубке Джунто покидает турнир Но на фоле у нас играют абсолютно другие команды Это Антарас и СНБ КЛС И вот Супрон здорово Здесь им было видно столкновение ног Аж даже я слышал Здесь Еринов пытался прессовать вратаря Взбинтованный человек Делает передачу вперед Но она оказалась не точной Здесь Железьяченко в одно касание играет на Подрезова Подрезов получит вариант атаки Делает хорошую передачу на Сарцомова Но оказалась она чуть сильнее И мяч вышел в вау Просит, главное, что поджать соперника здесь Когда соперника поджимаешь, можно совершить ошибки И здесь третий номер Третий номер играл в своем защите Он выносит на ней мяч вперед И в этой точке на подборе оказались Футболисты черно-белой формы Здорово, здесь 17 номер получается Мяч и Гронский здорово сыграл в этом моменте И снова момент, здесь в черной шапке уже Футболист, УКЛС Здесь Медник здорово технично Он разбирается в центре поля Супрун здорово сыграл на Гронского Гронский выносит и здесь парень в счастливой серой шапке И вот какое-то чувствуется напряжение Пытается здесь комбинировать И здесь Еринов Николай врывается В штрафной, но вратарь здесь играет И можно продая вратаря поджать Здесь что вратарь делает? Ну вратарь делает передачу В свое логово он возвращается И здесь здорово играет Гронский Хороший габаритный защитник Играет он через Еринова Николая Еринова Николая делает передачу на фланг И Долоков поджимает здесь парень в серой шапке 28 минута первого тайма Подходит к концу И 10 минут, можно сказать, остается И счет пока 1-0 Мало голов в этой игре Но моменты все же у нас были Подрезов здесь на левом фланге Опять выбрасывает мяч И защитники уже мячом У СПБ КВС Ну вот, на правом фланге защитник Приментованный головой На другой стороне И вот здесь Доро набирает 3-й номер Скорость На левой фланге Делает он передачу Но не разобрались здесь Левый фланговый защитник На подальшую ПЛС И Сорокин снова продемонстрировал Цель своих перчаток И теперь Медник с мячом играет И играет здорово через Гронский Через Попова Выбивает мяч вперед И здесь борются Самсонов и Еринов Николай и Самсонов опять И пытаются они 2 на 2 здесь играть Схватка здесь была 2 на 2 Мы победили в этой схватке Что на Берой аут Можно сейчас поджать вратаря здесь И поджимают вратаря Чужой атаке Нужно плотнее здесь играть и Дастин Дастин здорово играет Головой вратарю Хороший защитник И здесь уже мяч на другом фланге Подрезав Подрезав Что будет делать? Играем с мячом Артём Фрон Не уверен на сегодня Артём Он не играет Ошибается он Что ты свистишь то? Есть конечно волнение в этой игре Не хочется вылетать с Кубка Это не рядовая игра чемпионата Хотя и в чемпионате тоже хочется побеждать в каждой игре Каждой команде хочется побеждать Но все команды всегда проиграют Даже великие команды Делают передачу вперёд Здесь и здорово Голоритный нападающий Здесь играет И здорово опять разворачивается Фола здесь не было И продолжается И он здорово опять набирал здесь И что? Фол фиксирует Здорово 13 номер здесь набирал Пошёл несколько игроков И сейчас будет походу штрафной удар Ещё один с этой точки Григо 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 правильно даёт Четыре вовсадь Это какого отбора Григо Блин Что здесь нет штрафной Бордо Делают один раз длинную передачу вперёд Здесь снова Вратарь здорово играет И здесь Еринов Николай Еринов Николай Что будет делать на правой станге? Здорово он обманывает своего соперника Делает длинную передачу штрафную Ну что здесь на подборе? Самсуннов был? Ну нет, островочные дела Продолжается игра и подрезок Подрезок слева Здесь первый на мяче оказался Но смотри Можно отыграть Казан Да, что мы делаем Гротский с мячом Играют через Медника Медник супруг Ставят показания Да, Медник здорово врывается Он вперёд и можно сделать длинную передачу Да, здесь Дастин врывается на правом фланге Делает он подачу штрафную Что здесь можно? Нет, ещё Здесь в штрафной ногу находится мяч и удар Продемонстрировал свою реакцию И выносит им сразу мяч вперёд И борются здесь И внимательно защитники играют У Антареса, 96-й номер Это Гронский Белл Хорошую атаку сейчас У Антарес провёл И пакпаб, и пакпаб И пакпаб Здесь и пакпаб Здесь есть футболисты наши Коль пакпаб Коль пакпаб Я думаю сейчас никому не помешал Коль пакпаб Играют Другой стране Может быть он когда-нибудь Подпишет команду Какая-нибудь контракт с этой командой Либо с красными Либо с белыми Мы посмотрим что будет дальше Здесь третья минута И возникла здесь пауза Фиксируют здесь Выше Стали И плотнее друг к другу И сейчас Будут делать длинную передачу Штрафную Футболисты КЛС Делают они длинную передачу Вперед Сразу на ход И здесь Супрун Да Пытался делать передачу Николая Еринова Но не получилось слегка Но здесь уже на правом фланге футболиста Здесь можно создать моменты Что здесь Удар еще один Эти подскальзываются И здесь на подаче Тринадцатый номер Здесь Сорокин Внимательно Играет Здесь Поджали колы Это очень здорово Подскальзываются И другие Но Создан был моментом Тринадцатого номера Здорово Крупный Нападающий Сыграл очень хорошо Ну Здесь Да Сорокин Сорокин Классно играет Играет И вот Хорошая передача Снова И что Чуть Он не ошибается Но здесь Овсайд Овсайд Только Я похвалил его И сделал Большую Помарку Ну Ничего Я же оказался В офсайде Делает Быструю передачу На лево Здесь Гронский Гронский Играет Супрун Здесь Пытался Красиво Разворачиваться Нападающий ДЛС И здесь Иринов Николаев Подработала Четыре в четыре Атака пошла Ну можно что-то придумать Можно тормознуть Посмотреть Момент Здорово играет Жвездниченко Жвездниченко Хороший удар На угол атака Удары в девятку Это сердце ворот Каждый футболист любит этот удар И вот Удар Григад 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 И вот уже здесь Вратарь играет С ближним Поджимает Здесь Николай Ель Футболист И КЛС И делает Хорошую передачу на третьего номера Здесь Числирово оказались вокруг него И десятки сейчас спустился В штрафную В свою И делает передачу здесь на двенадцатого номера Здесь есть свободная зона Делать Получают Няшки Третий номер Здесь Григад Делает Ох Удар Да То ли удар То ли прострел То ли навес Непонятно И это было очень опасно Походу слетел У него мяч с ноги Свалился И мяч мог Свалиться у ворота Этого не получилось Тоже можно посчитать за момент Ну создали уже Футболисты И тех и других много моментов Но пока 1-0 счет И скоро конец первого тайма Четыре минуты осталось И здесь Дастин Дастин здорово играет Но нет Здесь был фол Но нет фол не фиксирует И здесь набирает скорость Уже нападающий Тринадцатый номер Здесь что будет делать Ударь и гол забивает Футболисты КЛСа Счет 1-1 Пытались 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 И не пробиться За цементированную штрафную К Антареса Но пробились И счет 1-1 Поздравляют они Здорово Он все не боролся И нашел свой момент Успустили здесь Болиста Болиста Антареса Нападающего КЛС И счет 1-1 И все становится Очень интересно Что будет дальше Мне кажется был фол в центре поля Здесь я не заметил Но это все на судье В центре поля Он вступил в игру Вратарь Выбивает мяч На капитана команды На капитана команды Мимо мяча Получился И здесь снова Тринадцатый номер Врывается Здесь дальше Прерывает И штрафной Фиксирует удар И накаляет страсть Здесь у нас Лучка характеров Делает длинную передачу На подрезово Ну оказалось Чуть не точной И мяч уходит ваут Начинает нервничать Футболист Антареса Хорошо убраться Он мяч Саута И Перебинтованный В голове парень Зацепился за мяч И Начинается У нас Второй тайм Счет 1-1 Здесь вот Здорово Сейчас сразу Включились игру Болисты КЛСа Черные белые Оказались У штрафной Антареса И оказывается Он не перебинтованной Головой оказался А шапкой белой И вот Здесь да Здорово Сейчас Пытался найти Атаку Но никого не оказалось Впереди Здесь был Еринг Николаев Он был далеко от мяча И Впереди В город В центре мяча Здесь застрял Есть Футболисты КЛС Сейчас Хотят придумать Позиционную атаку Да Он под себя здесь убрал Делает длинную передачу На нападающего Очень крупный нападающий Ходит он в зал Наверно И Здесь здорово Сорокин сыграл И делает длинную передачу На Ну нет Длинную передачу Не достает Перехват Футболисты И фол Да Фиксирует Можно делать Да Будет делать Удачу И вперед Стоп 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 Пытает Удачу Страсти Главное передачу Мяча Стоп Стоп Делает Удачу Штрафную И здесь Хорошие Что здесь Здесь Сорокин Внимательные играет Но все-таки Упускает удар Штанга И здесь Смогли КЛС Чья забить Хороший момент И попадает Мяч в каркас Ворот Хороший момент Был Справа флангу Но Мяч оказался Штанге Ханге. И отлетел. Попову выдал вперед. Но здесь на правом фланге мяч. 18 номер с мячом. Делает передачу. Вперед. Сухруй, здорово. Играет. Здесь Железниченко. Медник. Медник ошибается. И здесь подрезовый мяч находится. Подрезов дома под себя убрал. Делает передачу на Железниченко. Десятый номер. Перехватил мяч. И здесь Гронский. Подрезов. Железниченко. И десятый номер здорово порывается. Штрафной. Окружил он здесь. И хорошую передачу делает на третьего номера. Но нет. Неаккуратно. Он сыграл. Но все же остался с мячом. На дальнем фланге они играют. И Клэ сейчас здорово включился после перерыва. Видимо главный тренер что-то подсказал им. Может быть в них какие-то наигранные сцены есть. Футбольные. Главное чтобы матч не закончился драмой одной или другой команды. Пока мир у нас на поле. 1-1. И никто не хочет этого мира футбольного. Все хотят свой результат. И хорошая передача на фланг здесь. И здорово. Гронский здесь постраховал своего флангового защитника. И здесь снова 13 номер с мячом. Здорово. Он да, сегодня играет. И здесь не очень аккуратная передача. И футболист Антарасов будет сейчас выбраться мяч из боковой линии. Внимание здесь. Победцы играют через Железьяченко. Железьяченко. Здорово. Они сейчас выходят из своей. Половина поля. Да. Попов набирает скорой. Здесь Дастин. Дастин. Можно продаться вперед. Но настигает здесь. Болиста Клэса его. И уже мяч на другой половине здесь. Но в центре поля он застрял. И здесь Еринов Николай пытался отобрать мяч. Но не получается. Снова здесь в стык они пошли. Еще один в стык. И Медник. Медник делает хорошую длинную передачу. Здесь Железьяченко. На углу штрафной. Делает он удар. И сейф уже у Ротаряса. Еще одна атака сейчас будет. Хорошая делает передачу штрафную. Пиздец. Супрун. 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 Мяч завладел. Дастин. Дастин. Играет направо через Самсонова. Самсонов. Играя через Медника. Медник. Делал в одно касание передачи. Было правильное. Но Самсонов не побежал. Но здорово. Железьяченко сейчас шел. Вошел в штрафную. И пробил поворотом. Был хороший голевой момент. Но не получилось. Вратарь. Перевал этот голевой момент. И отворот сейчас будет. Играет он через левую фланг. Вратарь. В центре поля мяч. И делает хорошую длинную передачу на противоположный фланг. Жаспарень счастливый серый шапки. Набирает скорость. Набирает, набирает. И хорошо продвигается вперед. 27 номер. И здесь 13-й снова. Но здесь подрезов. Здорово. На коротке. Они сыграли здесь. И здесь Долотов. По задумке хорошая была передача. Но не прошла она. И здесь пытаются атаку свою придумать. Здесь на фланге. Черно-белые пытались пробиться. Но не получилось. Сорокин сейчас будет выбивать мяч вперед. Уже 5 минут прошло во втором тайме. И пока интереснее выглядит немного. Футболисты. Черно-белые первые. Активнее вышли вперед. Тарес никогда не сдается. И Железниченко играет. В первый фланг. Хватит придумывать уже лишний. Слава есть. Слава. Слава. Мешал. К чему не идем? Громский. Громский завладел мячом. И делает длинную передачу. Здесь Железниченко. Одним касанием принял мяч. Здесь можно организовать атаку хорошую. Самсонов. Но можно было сыграть вперед. И здесь Медник. Медник. Внимательно и аккуратно играет. И хорошую передачу делает. И можно пробить. Удар. И снова вратарь играет. Момент с этого левого фланга создает Антарес. Ранее пробивал Железниченко. Но теперь Долотов пробивает. Еще один момент. Сейчас будет угловой. Четвертый угловой Антареса. Летет в лишнюю стальну. Хорошая передача вперед. Играет уже. Можно набирать быструю атаку. Да, здорово. Здесь 13-й номер набирают скорость. Здесь мешает ему Долоков. Да, и это фоллсрыв атаки. Громский. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok И здесь еще одна передача хорошая Добавил DimaTorzok 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 ну и мяч у школ игра через левого защитника вратарь дальше по своему флангу здесь третий номер шустрый третий номер здорово он прокидывает и здесь тринадцатый номер здорово он тоже играет проявляет сегодня и фолл зарабатывает ставит он корпус свой жестко и очень хорошо и еще один фолл много полов сегодня есть уже желтые карточки делая длинную передачу с ПБГЛС в штрафную бьет он головой на Сорокин Сорокин сфиксировал и можно здесь быстро набирать атаку Долотов Долотов делает длинную передачу но сфиксировал здесь восемнадцатый номер ее и прервал сфиксировал сфиксировал у антареса что он здесь в 100 иное кажется в красный воли мяч вперед это был фолл Железнеченко, Долотов Играет на Громского Долотов с мячом Делает передачу на Попова Здорово, они здесь разыгрывают Медник, пытались прессовать Здесь Медник вышел победителем в этой борьбе И делает длинную передачу Здесь Лисовский борется И защитник БКЛС Выбивает, он ничего не придумывает Мяч на фланг И аут сейчас у Антареса Железнеченко здесь помогает Делает длинную передачу штрафную Что здесь будет? Здесь защитник в белой шапке играет И еще один момент Можно что-то придумать Нет, выносят уже Футболисты КЛС, КЛС Здорово, опять 13 номер здесь борется Да, сохранил мяч Играет направо 18 номер играет через 10 номер 10 номер здорово уходит До 27 номер И передача направо Хорошая передача направо Опять нападающий Габаритный оказался И на фланге И в центре он играет Помогает своим партнерам Ну вот, сейчас завладели Футболисты КЛС мячом И владеют они инициативой Антаресу нужно очень многое менять Чтобы побеждать сегодня Хотя бы нужно Хотя бы сранять Для начала Если матч заканчивается С международным временем ничью То будет сразу пробита серия пенальти И делают длинную передачу КЛС На левый фланг И ошибаются Сильная передача Неточная получилась И Дастин сейчас будет выбрасывать В 10 номер присел Что-то случилось Тихо-тихо-тихо-тихо Бригада скоро помощи может приехать Получает он здесь травму походу И есть замена УПЛС Или нет Получает он здесь легкую травму Он вернется в игру Ну вот Бригада медицинская Помощь у них выходит Помогать 10 номеру Надеюсь Без права Сейчас закатывается В меньшинстве КлС Надеюсь Это будет недолго Потому что Очень трудно играть В меньшинстве Продолжается атака Здесь медник Пытался прерывать По 13 номер Здесь выходит 1 на 1 Удар и 3-1 3-1 Забивает Очень здорово Этот нападающий С ней играет Дубль оформляет И голевая передача На его счету Отрывался Очень здорово От защитников Антареса И 3-1 У бордовой команды Все хорошо для них начиналось 1-0 И 3 мяча Они пропускают Остается 20 минут До конца матча И нужно забивать 2 гола Чтобы перевести Мяч В серии пенальти Но КЛС Сейчас Впереди 3-1 И им уже не нужно Куда-то торопиться Либо спешить Здесь Санксонов Здорово сейчас Пытался сыграть На мяч ушел Ну вот здесь медник Медник подсказывал Выше Можно уже Идти команде вперед Потому что Уже Нужно отыгрываться И терять нечего И здесь вот Хорошо Можно было Создать момент Но Подкаст Сзади был И фоу Ниченко боролся До конца С мячом И попал И не изменяется Конечно И получает Еще Желтую карточку И получает Еще Желтую карточку Еще Одна Желтая карточка 3-1 И один счет Вратарь играет Через Бижнева Через левый фланг И снова мяч На третьем номере Уже Третий номер И пытается Прессинговать Здорово Здесь Антарес Да И что Можно бежать Бежать можно было Не было Ассайда Здесь Если бы он стартовал Б раньше То мог выходить Один на один Десятый номер Уже ожил И на правом фланге Пытается Чтоб мяч вышел Да И здорово Он сыграл Здесь можно Сейчас поджать Попалец Дун Тареса Попалец ФКЛС Который сейчас Уигрывает Вновь Вновь Станин мяч Вперед Саута И здесь Дуан Играет Громский Сам Делал На Кашинцеву Передачу Кашин Прекался Развернуться Огнануть Защитника Но защитник Не повелся Ерин Николай Себя Предложил Уже Громский Оказался Очень Высоко Играя Здесь На Долотова Ерин Николай Но Здесь Немножко Запутался В ногах Делал Передачу Здесь И Хорошо Что Здесь Перехватили А не Мяч Дронский С мячом Здесь На Медника Играет Медник Медник Здорово Играет На правый Фланг И оказалось Чуть не точная Передача И КЛС Футболисты Завладели Мячом И делают Длинную передачу На третьего номера И третий номер Здесь Врывается По флангу Делать он Передачу На Еще одну Хорошую И третий номер И можно Здесь Еще один Гол Забивать Их бьют Они Оформлять Хороший Нападающий Тринадцатый номер Сегодня Проявляет По системе Гол плюс пас Он зарабатывает Три очка Два гола И одна передача Два гола Два гола Два гола Здорово Что у такой команды Есть такой Нападающий Продолжает У нас игра На левом фланге Здесь Долотов Делает Длинную передачу На Кашинцева Здесь Здорово Сыграл И вратарь Да Вратарь Уже Здесь Постраховал Свою команду Защитник Не дал Побиться Кашинцеву И Делаем Длинную передачу Перед И снова Здесь Тринадцатый номер Горится Колл Фиксирует Лайтман Помогает Главному Арбитру И Штрафной Удар Будет 64-ая Минута У нас уже Идет И Совсем Мало Остается Ладно Оставь Что Не надо У тебя Стали Делает Длинную передачу Штрафную Но нет Защитники Здесь Вносят И еще Один Кросс Штрафную Но Защитники Внимательно Тарес Играют Третий номер Юрки На левом фланге Играют Здесь Они В одно касание С капитаном И опять Третий номер Уже Подошел К штрафной Делает Передачу 13 номер Еще Хотел Здесь Хитрик Оформить Десятый номер Поджимает Накручат Они здесь Одного За другим Что Здесь Ничего не было В атаку Здесь Здорово Играет Жилищенко Притормаживает И можно Сделать Передачу На правый Фланг Здесь Ельнов Николай Зацепился Играет Назан Наметник И все Атака Притормозилась И расставились Футболисты КЛС Делает Передачу На Долотова Оказалось Неточной Еще Одна Передача Ругронский Здесь Внимайся Подстраховал 13 номер Тоже Сегодня Устал Заработал Сегодня Хорошее Отношение Своей команды И вот Здесь Самсонов Здорово На фланге Играя Через Нинченко Нинченко Смотрит Еще Одно Вариант Атаки И играет На Дасте На Дасте На правом Фланге И Фол Фиксирует Его штрафную Может быть Здесь Можно разыграть Рукой Здесь играет Третий номер И Можно Идти В штрафную Потому что Мало Времени Уже Остается 15 Четвертый Идет Подача Идет Это был Походу Удар Глотаря Зафиксировал Мяч Своих руках Значит Быструю Атаку вот быстрее оказался делать длинную передачу нет это лесовский здорово здесь накручивают и что здесь рядом мяч со штангой проходит пытался конечно сделать передачу но получился такой коварный удар который мог залететь в дальний угол вот третий номер тоже здорово сегодня играющий делает передачу штрафную но здесь Сорокин он играет через долл его можно здесь набирать играет здорово хорошо они играют и здесь можно в момент придумать можно сделать передачу с сегодня скользко в в в в в в в в а в в в в в в И защитник набирает скорость, играет через третий номер, но ау. И Антарусу нужно быстрее играть. Дастин у мяча сейчас будет выбрасывать его. Снова Дастин, Дастин делает длинную передачу, но полузащитники КЛС перехватывают мяч и делают длинную передачу на 13 номера. 13 номер здесь цепляется и калит он. Говорит, что я не виноват, ничего не делал, но судья все заметил. Медник и Дастин с мячом. Дастин играет через витаря. И время уходит, с каждой секунды все становится меньше и меньше времени. Еринов Николаев здорово все не забил и борется сегодня очень хорошо. 3-1 счет. Сансонов играет через Гронского. Ну вот Антарус сейчас. Заладел преимуществом, либо КЛС уже отдал инициативу, потому что им не нужно идти вперед, отыгрываться. И можно соперников на контратаках ловить. Гронский, Гронский снова свечом. Гронский играет, но невнимательно. 13 номер здесь оказался рядом. И здесь Попов, да, все-таки сместил вариант атаки. Налево чуть-чуть. И Гронский, здорово. Сыграл. Сыграл в груди технично. Железниченко. Снова Железниченко с мячом. Ничем-то делает передачу на Еринова. Хорошая передача, и можно вперед атаку развивать. Да, хорошая передача здесь на Лисовске. У Лисовски что будет делать? Делать передачу в штрафную. Удар, и что мимо мяч проходит. Кашинцев здорово передачу, но мяч прошел мимо ворот. И еще один момент был создан Антараса. Выбивает мяч Борис в черно-белой форме. И 13 номер здесь против троих, но нет, пол здесь был фиксирован. Пытались быстро сыграть в штрафном Тараса, но остановили эту быструю атаку. Последние 10 минутку у нас пошла, но ошибка здесь произошла. Дастин и Медик не разобрались. И на фланге КЛС уже набирают атаку. 13 номер, 13 номер, что будет делать? Делать передачу. Ну и самого его разворачивают. И здесь Гронский здорово сыграл, но невнимательно здесь играет футболист Антарас. И теряет мяч в центре поля. Пытался он красиво здесь уйти, сыграть пяточкой. Некоторые финты оказываются удачными, но сейчас оказались неудачными. И здорово здесь фланговый флозащитник сыграл, убрал на пятую точку игрока. И назад они играют. 3-1 они выигрывают. Антарас один всего лишь забил сегодня, хотя были моменты. И 18 номер сделает длинную передачу. Здесь Мусорок отнимательно играет. И можно набирать атаку снова, потому что нужно отыгрываться. 3-1 счет. 72 минута у нас идет. И здесь Дастина. Супрекали Дастина. И Сорокин выносит уже мяч. Здесь здорово. Сейчас 11 номер. Штрафной врывается, делает сильную передачу вперед. Но вот она оказалась сильной и ушла. Она запретила поля. Будет аут у Антараса. И Дастина бежит его разыгрывать. И вот листья бегут вперед даже. Нужно Антарасу также бежать. Выносят они мяч вперед. Нужно здесь побороться. Нужно уже рисковать, потому что время кончается. 4 или 3 или 5 уже все равно. Это кубок. Нужно отыгрываться. Долотов с мячом. Долотов хорошую делать передачу на Сансонова. Сансонов здесь борется. Да, и что? Фол здесь походу был за Виксером. Да, здесь фол. И еще один момент. И нужно отыгрывать этот шанс. Сократить счет. 3-2 можно сделать. А там дальше будет жара. 4-3. 4-3. Помнится, что Женинио Тренбуханов забивал. Хороший голын с такой позиции, но главный арбитр ставит мяч чуть дальше. Не проведешь. 4-3. 5-4. 5-4. 5-4. 5-4. 5-4. И не торопятся футболисты. И не торопятся футболисты. 5-4. 5-4. 5-4. И не торопятся футболисты. 5-4. 5-4. 5-4. 5-4. 5-4. 5-4. И делают они длинную передачу вперед, но нет. Их будет отворот. И оттенки Дюйджи, Дюйджи, Дюйджи! 6-4. 5-4. 5-5. 1-4. 6-4. 5-4. 4-5. 5-5. 6-5. 5-6. 6-7. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Пол здесь фиксирует, да, было жестко здесь сыграно И время тает, и возможности тают, но не для СПБ КЛС Большой укрепот, наверное, болезнь 12.20 5 минут Делают передачу штрафную, удары нет Ушел, мяч будет угловой И сейчас будет подан угловой Остается очень мало времени И можно сделать еще одну подачу штрафную Здорово Дарсон здесь сыграл, но снова третий номер здесь завладел мячом СПБ КЛС выигрывает И можно не торопиться Может сыграть назад, что он и делает Но ошибается Здесь Железниченко здорово играет На фланг Долота Можно здесь другую атаку придумать И что? Можно пробить, но не достает он мяч И запретила поля Хороший момент был создан здесь, но немножко не точно они сыграли На живу 3-1 счет И аут Сейчас будет разыгрывать аут Бордовые очень здорово все не начинали 1-0 выигрывали Ерин Николай забил Быстрый гол Но 3-1 И Инициатива оказалась на стороне черно-белого Черно-белые снова атакуют Здесь нападающий фланговый Но здесь Здорово Попов сыграл 44-й номер Играет еще Железниченко Железниченко делает длинную передачу И здесь вратарь Коэр подстраховывает И уходит мяч за пределы поля Минута осталась до конца матча Все под контролем у черно-белых находится Коэр 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 Штрафной Можно хотя бы еще один гол забить И 15-й номер играет 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 Вышел на поле Коэр Коэр Ватар Долотов Долотов делает просприлу угловой Можно угловой Стивилизовать И еще один стандарт Делает передачу влазную Что здесь было? И здесь снова играет Долотов, но выносят мяч они. И что, кончается матч, и СПБ КЛС побеждает со счетом 3-1.